Я мама Ани Павликовой. Я мама Марии Дубовик. Когда мою дочь задержали, ей было 17 лет. Своё 18-летие она встретила в следственном изоляторе. Моей дочери 19 лет. Она учится в ветеринарной академии на ветеринара. Она с 5 лет мечтала об этой профессии. Домашняя девочка, она очень много читала. В прошлом году поступала в МГУ на биотехнологию, но не набрав баллы, решила пойти работать в ветеринарную клинику с санитаром. Очень любила животных. Разводила дома редкую породу хохлатых волнистых попугайщиков. 15 марта рано утром к нам пришли с постановлением на обыск ряд людей в камуфляжной форме, людей в штатском. Окружили весь дом. Нашли какие-то бумаги и ребёнка арестовали, увезли с собой. 15 марта в 5 утра люди в масках и с автоматами ворвались в нашу квартиру. Ничего не объясняя, они положили всех на пол. Разрушили, разнесли Анину комнату и забрали мою дочь в неизвестном направлении, не объяснив куда и зачем. Её много часов везли в неотапливаемом автозаке в 11-градусный мороз. Много часов допрашивали без психолога, без адвоката. С ней обращались как с матёрым уголовником, доводили её до слёз. Представьте себе, как всё это можно выдержать 17-летнему ребёнку. В октябре моя дочь на ветеринарной конференции познакомилась с Аней. Девочки подружились, начали общаться. К ним подтянулись ребята, завязалась переписка. Потом девочки решили с этими ребятами встретиться. Встречи проходили в Макдональдсе. В группе ребят стали подтягиваться более старшие люди, как потом выяснилось, работники структур правоохранительных органов, которые посмотрели, что молодёжь начала интересоваться политикой. Они решили направить их по тому пути, который нужен им. Они из простого общения детей решили сделать организацию. Они сами разработали устав, сняли помещение за свой счёт. Всячески удерживали людей вместе, чтобы они ни в коем случае не разбежались. Сотрудники манипулировали детьми, раздавали им роли. Они всячески пытались удержать в этих ролях, в этой организации, чтобы довести их до... подвести их под статью. Представьте себе, как взрослый мужик уговаривает 17-летнюю девочку не уходить из организации. Естественному интересу детей к происходящему в стране пытались придать экстремистский оттенок. Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. В постановлении возбуждения уголовного дела против моей дочери сказано, что она выступала против вас. Владимир Владимирович, я очень сильно обеспокоена судьбой своей дочери. 15 марта её задержали, и в данный момент она находится в СИЗО. Её обвиняют в совершении страшного преступления, в котором фигурирует ваша фамилия. Неужели у вас нет других врагов, кроме моей дочери? Мой ребёнок ни в чём не виноват. Мой ребёнок ни в чём не виноват. Он не совершал никаких преступлений, и в этом очень легко убедиться. И я хочу, чтобы вы тоже в этом убедились. Не должны страдать невинные дети. Они не должны находиться в СИЗО. Какой смысл держать 17-летнего ребёнка в изоляторе? Весь экстремизм, в котором обвиняют мою дочь, содержится только в тех документах, которые подготовили и написали сами сотрудники. Почему взрослые мужики, которые создавали экстремистские документы, проходят по делу как свидетели? Я вообще не понимаю, что происходит. Почему мою дочь называют преступником? Что она такого совершила? Я не понимаю, что происходит. Мне по-настоящему страшно. Люди, которые подводят наших детей под статью, они должны понести наказание. Дело должно быть прекращено. Провокаторы о спецслужбе должны быть наказаны. А наши дети, моя дочь, она должна оказаться на свободе. Она должна продолжить своё обучение. Пойти на работу, выйти замуж, нарожать детей. Спецслужбы должны заниматься настоящими делами и ловить настоящих преступников. Я надеюсь, что здравый смысл победит. Субтитры создавал DimaTorzok